Этот вопрос назревал давно. В последнее время дети зачастую обсуждают учителей, но не их профессиональные качества, не то, что услышали на уроке, а сугубо личностные качества педагогов, что в итоге может сказаться на уровне знаний самих же школьников. И именно родители внутри семьи могут нацелить своих детей на правильные ценности или наоборот. К сожалению, восьмая школа уже в этом году дотронулась, притронулась к этой теме не один раз, поэтому вопрос был поднят совершенно адекватно и хорошо, что мы это все обсудили. Но я считаю, что родителям нужно прислушиваться, но это правда, действительно, да, у нас есть такое, обсудить за кулуарами учителей, особенно вопрос денег. Роль родителей в образовании детей одна из важнейших, напомнил глава города. Именно внутри семьи мамы и папы могут повлиять на детей, мотивировать их к обучению или, напротив, отвратить от школы и настроить против педагогов. Наверное, и директор школы, и учителя должны сделать вывод. Но, повторяю еще раз, ни в коем случае нельзя это обсуждать с детьми. При всем том, что бы мы ни говорили о гласности, об открытости, если мы хотим, чтобы наши дети были такие же, как мы, давайте вспомним, как мы любили, уважали, ценили своих учителей. Город, в свою очередь, стремится максимально повысить качество образования и материальные базы учреждений. За последние годы в Сочи построено пять новых и отремонтировано 36 старых школ. Еще три в процессе возведения. Возводятся пристройки к школе номер 100 в Адлерском районе и школа в поселке Совет Кваджи Лазаревского района. Увеличивается количество мест и в детских садах. С 2010 года построено 19 отдельных детских садов и пристроек к существующим. Общешкольные собрания по вопросу взаимодействия педагогов и родителей пройдут во всех общеобразовательных учреждениях курорта. Еще одним вопросом стала безопасность. Теперь на входе на территорию школы установили оборудование, которое будет информировать родителей, во сколько их ребенок зашел на территорию школы и во сколько вышел. Сообщения об этом будут приходить им на телефон.